В прошлый раз я продолжал рассказывать об инвариантных мерах на отношениях эквивалентности и под конец мы пришли к выводу, что имеет смысл рассматривать меры на некотором... Коль скоро нас интересуют сами графы, то можно постараться забыть об абстрактных отношениях эквивалентности и рассматривать меры непосредственно на самом пространстве графов. Значит, я ввел пространство корневых графов, оно снабжено топологией, в частности, его пересечение с графами степени вершин, которых равномерно ограниченное, является компактным. Это пространство, оно снабжено естественным отношением эквивалентности, которое заключается в переносе корня. Элементы этого пространства корневые графы, и значит, на одном и том же графе можно корень выбирать разными способами. В этом смысле этот язык оказывается удобным для описания симметрии графов, а именно, если мы имеем какой-то граф, то его класс эквивалентности состоит из единственной точки, тогда и только тогда, когда граф является трензитивным. Так, это правильный мел или неправильный? Тут мне что-то говорили. Ага, спасибо. И на другом конце спектра находится случай, когда класс эквивалентности графа может быть отождествлен самим этим графом, то есть никаких склеиваний не происходит, и это в точности, если у графа нет никаких нетривиальных автоморфизмов. Граф является жестким. Теперь можно говорить о пространстве инвариантных мер относительно этого отношения эквивалентности. И в качестве примера меры, которые с самого начала на самом-то деле возникают уже именно на этом пространстве, можно привести меру, возникающую из пополненного процесса Гальтона-Ватсона. Я напомню, что это такое. Классический процесс Гальтона-Ватсона задается некоторым вероятностным распределением на целых числах. И это распределение интерпретируется как распределение числа потомков в первом поколении, числа отпрысков в некотором генеалогическом дереве. Теперь оказывается, что таким образом реализация этого процесса немедленно порождает некое случайное дерево. Мы начинаем с некоторой точки. У нас имеется выделенная вершина. Это как раз наш прародитель. Он порождает некоторое количество отпрысков на первом уровне. И затем каждый из них порождает некое количество отпрысков на втором уровне. И так далее, и так далее. Таким образом, у нас возникает мера в пространстве реализации, в пространстве корневых деревьев. И это в точности подмножество пространства корневых графов. Ну так вот, я уже говорил несколько слов об этом примере. Так вот, оказывается, что если брать саму меру Гальтона-Ватсона, непосредственно уветвящийся процесс, то возникающая при этом мера, она не будет инвариантной относительно этого отношения эквивалентности. Более того, она не будет и даже и квази-инвариантной. Это можно вычислить, это хорошее упражнение. А эмпирическое объяснение этому заключается в следующем. Прародитель этого генеалогического дерева, он статистически отличается от всех остальных вершин. Проще всего это увидеть в случае, когда наше распределение является вырожденным. То есть количество потомков всегда одно и то же. В этом случае у прародителя у него будет на одного соседа меньше. Тем самым, в каждом нашем возникающем дереве можно будет единственным образом выделить специальную вершину этого прародителя. То есть мы сможем восстановить одну точку в целом классе эквивалентности измеримым способом. Ну так вот, оказывается, что на самом-то деле этого делать нельзя. Это примерно то же самое, что выбрать измеримым способом одну точку из траектории некоторой эргодической динамической системы. Это классический пример неизмеримого множества. Лекарство заключается в следующем. Надо с самого начала добавить этому прародителю еще одного отпрыска. Или, что то же самое, начинать наш ветвящийся процесс не из одного корня, а из пары корней, связанных ребром. Это будет первичный корень, а это будет вторичный. В этом случае мера уже будет более разумной. Но давайте приведем вычисление. Что у нас получается? Вот я нарисую такую картинку. Значит, вот это вот будет нашим корнем. О! И теперь давайте посмотрим, каким же будет значение меры соответствующего цилиндрического множества. Какого цилиндрического множества? Множество всех деревьев, выпущенных и растущих из точки О, таких, что их начальные отрезки, не отрезки, начальные окрестности, их начальные окрестности имеют вот такой вот вид. Значит, в этом случае эта окрестность, на самом деле, относительно точки О будет в точности шаром радиуса 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ну и дальше что-то будет продолжаться из каждой из этих висящих вершин. Так, значит, вероятность получить такой цилиндр составит... Ну давайте посчитаем. Значит, на первом шаге у нас должно быть... Сколько отпрысков у нашего корня? 2. Так? Мы сдвинули наше распределение, значит, вероятность этого будет равна P1. Так? Значит, еще раз напоминаю, что мы перешли от исходного распределения Гальтона-Ватсона к модифицированному. А именно на первом шаге мы насильственно добавляем одного отпрыска. Таким образом, вероятность на первом шаге иметь двух детей, она равна P1. На всех остальных шагах вероятности остаются прежними. Так, дальше что у нас происходит? Дальше... Дальше что у нас? Имеется две вершины. И у каждой из них количество отпрысков будет равно двум. Так? Значит, это будет P2 в квадрате. Так, дальше переходим на следующий уровень. Теперь у нас уже имеется четыре вершины. И здесь нам надо сделать следующее. Нам надо из этих четырех вершин выбрать одну, для которой количество отпрысков будет равно единице, и для всех остальных количество отпрысков будет равно двум. Поэтому надо умножить на 4. И дальше умножить на P1 и на P2 в квадрате. Так, значит, это... А? Да, в кубе совершенно верно. На P2 в кубе. На P2 в кубе. Так, а теперь давайте посчитаем меру того же самого множества, но переместивший в нем корень. А именно давайте поместим наше начало отсчета вот в эту точку О' и посчитаем меру того же самого множества, но относительно точки О'. Значит, это будет множество, которое я называю А'. В этом случае окрестность, она не будет определяться некоторым шаром, потому что вправо мы пойдем только на два шага, а влево на 4, но ничего страшного. Значит, что происходит в этом случае? Значит, в этом случае количество соседей у точки О' равно 3. Значит, вероятность этого будет равна P2. Так, вероятность этого будет P2. Дальше, теперь из этих трех соседей два будут иметь двое детей, и один будет иметь только одного. Значит, как и выше, надо умножить это на тройку, на P1 и на P2 в квадрате. Так. Дальше, здесь уже нам делать нечего. Так, мы все уже посчитали. А здесь нам надо пойти дальше. Значит, для начала у этой точки мы должны... Из этой точки мы должны породить два отпрыска. Значит, вероятность этого будет P2. И, наконец, на последнем шаге мы должны будем выбрать из этих двух отпрысков одного. У него будет один, у него будет один в свою очередь, а у второго их будет два. Значит, надо умножить на 2P1, P2. Ну, то есть, получаются довольно длинные формулы. Тем не менее, если все перемножить, то окажется, что... То окажется, что вероятность множества А составит... Значит, сколько у нас получается? С4 умножить на P1 в квадрате умножить на P2 в пятый. Так? Так. А вероятность множества Аштрих составит сколько? 6 умножить на... Опять же, P1 в квадрате. И на P2 тоже в пятой степени. Таким образом, чудесным образом, мы получаем почти одно и то же. Почти одно и то же, за исключением того, что множители немножко отличаются. Тем не менее, это отличие, оно на самом деле носит тоже весьма регулярный характер, потому что степень вершины О равна двойке. А степень вершины О' она равна тройке. Так? Поэтому теперь, если мы поделим на степень вершины, то получим в точности одно и то же. Получим в точности одно и то же. Ну и на самом деле я пропущу более строгое объяснение, его уже не так сложно предъявить. На самом деле, действительно, вот эта модифицированная мера Гальтона-Ватсона, если ее еще поделить на степень вершины, поделить на плотность, то она и будет являться инвариантной мерой. Она и будет являться инвариантной мерой. Так, теперь надо мне тоже попробовать это сделать. Подписывайтесь на мой канал. sorta надпись на моем удачном плане. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал! Так. Так. Ну вот, казалось бы, все хорошо, и можно рассматривать инвариантные меры относительно вот этого отношения эквивалентности, но оказывается, что пространство инвариантных мер, оно, тем не менее, не очень удобно. А именно пространство инвариантных мер относительно отношения эквивалентности, заключающегося в перемещении корня, оно является незамкнутым. Множество инвариантных мер незамкнуто. и соответствующий пример не сложно привести давайте рассмотрим вот такие вот графы длинненькие полосочки устроенные таким вот образом и удалим из этих полосочек одну угловую вершину таким образом полученный граф уже становится жестким у него нет никаких автоморфизмов так это в точности та же причина по которой в двумерных штрих-кодах ставят три крестика в уголках чтобы его сделать жестким а теперь граф этот является жестким таким образом его класс эквивалентности совпадает с ним самим ну и тем самым на этом классе эквивалентности имеется единственная инвариантная мера которая просто-напросто распределена равномерно на самом графе то есть это аналог периодической орбиты для классических динамических систем теперь давайте посмотрим ну давайте обозначим длину этого графа через n через скажем лямбда n обозначим равномерную меру на нем то есть это инвариантная мера и посмотрим что же происходит с мерами лямбда n когда n идет на бесконечность значит в этом случае можно забыть о краевых эффектах потому что доля граничных точек она будет асимптотически мала и таким образом у нас получается на самом-то деле два типа точек в нашем графе именно те точки которые лежат посредине и те точки которые лежат по краям таким образом в пределе у нас получается следующее предельным графом будет уже бесконечная полоска этот граф уже разумеется не жестким у него очень много автоморфизмов так что на самом деле это граф он будет представим всего лишь двумя точками в нашем отношении эквивалентности а именно одна точка будет представлять среднюю линию а другая точка будет представлять две крайних линии так ну а предельная мера она будет сидеть на этих двух точках и сидеть она будет на них с весами равными одной трети здесь и двум третям здесь в то же время естественно это конечный класс эквивалентности поэтому инвариантная мера на нем должна была бы иметь веса равные 1 2 и 1 2 таким образом мы получили что пределом инвариантных мер является некая мера которая не инвариантна в пространство инвариантных мер она не замкнута а с другой стороны почему вообще хорошо иметь инвариантные меры почему хорошо чтобы множество инвариантных мер было замкнуто причина этого опять же такая же как и в классической теории динамических систем а именно там очень распространен следующий трюк возьмем периодическую орбиту тогда на всякой периодической орбите имеется естественная инвариантная мера она просто-напросто распределена равномерно на этой орбите а теперь возьмем какую-то слабую предельную точку этого множества равномерных мер это будет какая-то новая инвариантная мера нашей динамической системы таким образом замкнуть здесь множество инвариантных мер она позволяет очень простым способом получать новые инвариантные меры из каких-то совсем простых инвариантных мер в нашем случае из инвариантных мер сосредоточенных на конечных классах ну и пожалуй это обстоятельство было одним из основных мотивов для Бенджамине и Шрама когда они определили ну вот некоторый класс мер которые я сейчас и опишу на самом деле они не использовали этого термина но немножко позже эти меры стали называть унимодулярными язык на котором они описывали унимодулярные вот эти меры которые впоследствии стали называть унимодулярными он достаточно специфичен и связан он с тем что вот эта группа вероятностников которые принадлежали Бенджамине и Шрам они в то время только что открыли понятие унимодулярности для обычных локально компактных групп которая выглядела я бы сказал довольно экзотично хотя и было эквивалентно стандартному определению и вслед за этим они перенесли тот же самый подход на отношение эквивалентности на пространство корневых графов значит для того чтобы сформулировать это определение я для начала напомню еще раз в очередной раз определение инвариантности относительно отношения эквивалентности значит для отношения эквивалентности инвариантность определяется таким образом у нас имеется какое-то отношение эквивалентности на некотором пространстве состояний x в этом случае тот факт что отношение эквивалентности является под множеством квадрата пространства состояний означает что у нас имеются две проекции левая и правая на пространство состояний а теперь можно делать следующее если у нас имеется мера на пространстве x то мы можем по этой мере интегрировать считающие меры на слоях этой проекции значит получается давайте я тут напишу тут у нас имеется какая-то мера мю а в слоях у нас имеются считающие меры значит результатом интегрирования является два семейства глобальных считающих мер которые живут уже на отношении эквивалентности левая и правая считающие меры так а затем мы говорим что инвариантность меры мю относительно отношения эквивалентности равносильно совпадению этих двух считающих мер или иначе говоря тому что одна единственная считающая мера она инвариантна относительно инволюции более того в случае если дополнительно у нас имеется структура графа то тогда достаточно на самом деле проверять совпадение считающих мер только лишь на этой структуре графа так ну а теперь давайте сделаем все ровно то же самое но с некоторыми вариациями с некоторыми модификациями значит здесь в роли пространства состояний на котором живет наша мера будет выступать пространство корневых графов значит это будет пространство G так теперь я хочу найти некоторое другое пространство которое бы проектировалось двумя разными способами на это пространство G так в первом случае это было отношение эквивалентности ну а для пространства корневых графов на самом деле имеется очень естественный геометрический объект который можно выбрать в качестве этого пространства а именно это будет пространство двух корневых графов которое у нас уже возникало именно так я и строил инвариантную меру на пространстве деревьев отвечающую взвящемуся процессу ну а дальше все то же самое ну не совсем не совсем значит по прежнему у нас имеется мера в основании мера на пространстве корневых графов и теперь мы должны некоторым хорошим способом выбрать еще и меры в слоях этой проекции идея заключается в следующем давайте еще раз вернемся к конечным графам вот давайте рассмотрим скажем такой граф так значит это конечный граф его класс эквивалентности состоит из четырех точек потому что у нас имеются вершины четырех сортов здесь раз два три и четыре инвариантной мерой на этом классе эквивалентности будет естественным образом равномерно распределенная мера с другой стороны если нас интересует все таки в большей степени сам исходный граф а не его класс эквивалентности то в этом случае в качестве интересующей нас меры естественнее взять проекцию равномерной меры на самом графе то есть ее веса на отношении эквивалентности они будут такими на классе эквивалентности они будут такими один один два четыре ну так вот точно так же и здесь давайте возьмем в качестве мер в слоях этой проекции образы равномерной мере на пространстве не на пространстве образы равномерной меры на самом графе ну точнее давайте сделаем следующее давайте зафиксируем какой-то счетный граф и зафиксируем возьмем его вершину так тогда пара гамма и x является элементом пространство корневых графов так с другой стороны если мы теперь будем добавлять другую вершину брать гамма x y то вот эта тройка она уже будет являться элементом пространства двух корневых графов то есть у нас имеется естественный естественное отображение сопоставляющая такой тройке соответствующий класс изоморфит изоморфитма который является элементом пространства двух корневых графов гамма x y чертой так то есть это дает нам на самом деле для отображения из гамма в пространство двух корневых графов двух корневых графов такое что первый корень это всегда точка x точнее если мы спроектируем возникающие элементы пространства двух корневых графов на пространство g отбрасывая второй корень то мы всегда будем получать вот эту точку так таким образом возникающую при этом меры возникающая при этом мера она будет сосредоточена как раз на слой этой проекции ну вот таким образом здесь у нас имеется другая система мер в слоях я обозначу их если это был диез то здесь я напишу бемоль и теперь точно так же интегрируя эти меры в слоях по мере в основании мы получим аналог соответствующих считающих мер и опять же делать это можно слева а можно это делать справа или напротив можно это сделать один раз а затем применить инволюцию ну так вот мера является унимодулярной тогда и только тогда когда возникающие считающие меры совпадают то есть возникающие меры на пространстве двух корневых графов совпадают или иначе говоря иначе говоря можно сделать следующее давайте возьмем теперь подмножество множество множество двукорневых графов для которого расстояние между корнями равно единице для которого оба корня являются соседями это очевидным образом хорошо определенное подмножество всех двукорневых графов точно так же как и здесь можно вместо все считающие меры рассматривать только ее сужение на вот это подмножество так вот оказывается что на самом деле инвариантность все считающие меры относительно инволюции будет эквивалентно инвариантности всего лишь ее сужение на множество где корни являются соседями тоже в полном в полной аналогии с тем что происходило с отношениями эквивалентности ну давайте посмотрим что будет происходить в этом примере ну и как нетрудно догадаться на самом то деле возникающая в пределе мера с весами одна треть и две трети она то как раз и будет являться унимодулярной она будет являться унимодулярной почему ну давайте посмотрим что получается значит что у нас получается так сейчас я смотрю это дима там так вот 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 В этом случае соответствующий класс эквивалентности в пространстве корневых графов состоит всего лишь из двух точек. Он состоит всего лишь из двух точек. Теперь давайте опишем соответствующее пространство двух корневых графов. Тут у нас имеется всего лишь две точки. Ну и давайте посмотрим, какой же является проекция из пространства двух корневых графов на пространство корневых графов, однокорневых графов. Значит, если мы фиксируем точку в середине этого графа, то тогда очевидным образом при фиксации этой точки ее дополнение распадается на четыре изоморфных части. Так, значит, у нас тем самым, ну не четыре, скорее, неважно, значит, так, этой точке что у нас отвечает? Значит, мы фиксируем точку в середине, точку в середине. И затем у нас остается следующее. У нас остается вот этот вот кусок, который будет параметризовать все двух корневых графов с вершиной в центре. Так? Так. Теперь, таким образом, слоем нашей проекции будет, мы можем идентифицировать слой нашей проекции вот с этим вот куском бесконечного графа. Так, теперь, какими будут веса? Какими будут веса? Ну, нетрудно убедиться. Значит, здесь вес будет равен единице. Так, теперь, здесь чему будет равен вес? Нет, наоборот. Мы берем равномерную меру здесь и проектируем ее сюда. То есть, веса, они будут целыми числами, больше единицы. Значит, сюда у нас попадут две точки. Вот это и вот это. Так? Значит, здесь вес будет равен двойке. Так, теперь, здесь чему будет равен вес? Да, здесь будет вес равен четверке и так далее. Теперь, здесь, по центральной линии, веса, они будут, соответственно, равны 2, 2, 2 и так далее. Так? Так, значит, это слой, отвечающий центральной линии. Теперь, что у нас происходит, если мы напротив фиксируем точку здесь? Если мы фиксируем точку здесь, то в этом случае у нас получится немножко больше. Значит, в этом случае у нас получится вот что. Так, да? И веса будут равны, соответственно, чему? Тут единица, тут двойки и так далее. Тут вес будет равен единице, единица, тут тоже двойки везде будет. И внизу тоже сначала он будет равен единице, а дальше во всех остальных точках он будет равен двойке. Так? Таким образом, что мы сделали? Мы профакторизовали наш граф по всем его автоморфизмам, которые фиксируют выбранную точку. Ну и результаты факторизации, они, естественно, зависят от выбранной точки. В этом случае мы факторизуем в большей степени, в этом случае мы факторизуем в меньшей степени. Так, ну и теперь, значит, я говорю, что если мы возьмем меру с вот этими весами, то она будет действительно унимодулярной. Ну, так оно и получается. Почему? Потому что, ну вот, давайте возьмем какую-нибудь пару точек. Значит, вот скажем, вот эту и вот эту, да? Так? Вот эту и вот эту. Значит, если мы берем относительно центральной точки, то вес здесь будет равен четырем. Так? Вес будет равен четырем. Теперь, если мы берем относительно вот этой точки, значит, она будет представлена здесь. Так? И тогда, значит, эта пара точек на верхней картинке, она будет отвечать наоборот. Раз, два, три, четыре. Так, давайте еще одну нарисую. Значит, эта пара точек будет отвечать вот этой паре точек. Так? Так. И, значит, в этом случае здесь вес будет равен двойке, а тут он равен четверке. Но веса у нашей меры, они как раз отличаются. Здесь коэффициент равен одной третьей, а здесь коэффициент равен двум третьям. То есть они отличаются ровно в два раза. То есть после умножения на эти веса мы получим в точности одни и те же значения. Таким образом, эта мера, она действительно будет являться унемодулярной. Эта мера будет являться унемодулярной. Давайте сейчас еще немножко скажу, и мы сделаем перерыв. Ну вот, а оказывается, что, хотя на первый взгляд эти два определения выглядят с одной стороны похожими, с одной стороны похожими, а с другой стороны все-таки отличающимися, между ними имеется хорошо определенная связь. Ну, для начала я сделаю следующее замечание. Вполне тривиально. Первое. В случае, если мера μ сосредоточена на жестких графах, то в этом случае, на самом деле, мы делаем в точности одно и то же. Почему? Потому что здесь не происходит никакой дополнительной факторизации. Таким образом, в случае, когда мы говорим о жестких графах, в этом случае, все, что происходит, оно в точности равносильно тому, что мы делаем для отношения эквивалентности. Значит, если мера сосредоточена на жестких графах, то инвариантность равносильно унемодулярности. И, в принципе, на самом-то деле, с вероятностной точки зрения, на этом можно было бы и остановиться, если бы не одно соображение, о котором я уже говорил, а именно унемодулярные меры, они нужны нам для того, чтобы переходить к слабым пределам. С другой стороны, в принципе, во всех вероятностных моделях, если вы это делаете честным образом, у вас не должно быть никаких нетривиальных симметрий. То есть все унемодулярные меры, возникающие естественным образом из каких-то вероятностных соображений, они априори должны быть сосредоточены на жестких графах. То есть они будут, на самом-то деле, инвариантными. Но, с другой стороны, если мы говорим только лишь об инвариантных мерах, то в этом случае мы теряем возможность перехода к пределу. Сейчас я постараюсь объяснить, как же на самом деле связаны пространства унемодулярных и инвариантных мер и каким образом интерпретировать определение унемодулярности в терминах все-таки нашего отношения эквивалентности. Почему это правильно делать? Ну, потому что все-таки, несмотря на все эти рассмотрения, связанные с графами, на самом-то деле унемодулярность является некоторым свойством мер на пространстве с отношением эквивалентности. Поэтому было бы хорошо понять, что же это свойство унемодулярности означает именно в терминах отношения эквивалентности. Поскольку подобная постановка, она является более общей, чем разговор о конкретном пространстве графов. И для того, чтобы сформулировать, доказать я вряд ли успею, для того, чтобы сформулировать этот результат, мне понадобится вернуться к рассмотрению групп автоморфизмов графов. Потому что проблема соотношения между унемодулярными и инвариантными мерами, она в том-то и заключается, чтобы правильным образом учесть наличие нетривиальных автоморфизмов графов. Поскольку, как я уже заметил, в случае, когда таковых автоморфизмов нету, когда почти всякий граф является жестким, в этом случае понятия инвариантности и унемодулярности, они на самом деле совпадают. Ну и давайте опять же начнем с самого ярко выраженного примера, а именно с ситуации, когда у нас имеется граф, который транзитивен. Менится граф, который транзитивен, то есть это означает, что его группа автоморфизмов, я говорю сейчас о группе автоморфизмов именно графа, не корневого графа, а всего графа, как геометрического объекта, а группа его автоморфизмов является транзитивной на пространстве вершин. Стандартным примером этой ситуации является граф Келли, но, как я уже говорил в конце предыдущей лекции, имеются и другие примеры транзитивных графов, которые с графами Келли непосредственно не связаны. Значит, я напомню, одним из таких примеров является бабушкин или дедушкин граф, который получается следующим образом. Мы начинаем с однородного дерева, а затем фиксируем точку на границе, а затем к этому однородному дереву добавляем ребра следующим образом. Всякая точка, она единственным образом связана геодезическим лучом с этой выделенной точкой на границе. Ну, так тогда мы берем, разумеется, она связана ребром со своим непосредственным предшественником, но мы добавляем еще одно ребро, связывающее эту точку с ее прародителем через одно колено. И возникающий граф, он уже, разумеется, не будет деревом, потому что тут появился нетривиальный цикл. Ну, тем не менее, он будет все еще грубо изометричен дереву, но, что для нас важно, он будет являться транзитивным. Этот граф будет являться транзитивным. Значит, какой будет являться группа его изометрии? Для исходного дерева группа изометрии, ну, это понятно, что такое. Во-первых, у нас имеются изометрии, которые переводят некоторую выделенную вершину в другую точку, поскольку этот граф может быть реализован как граф Келли свободной группы. Свободная группа тогда на нем действует. Ну, и кроме того, этот граф, он, на самом деле, очень симметричен, он изотропен, в том смысле, что имеются еще нетривиальные автоморфизмы, которые фиксируют вершины этого графа. Ну, и таким образом, если мы фиксируем некую вершину, то соответствующие автоморфизмы тоже очень легко описать. Ну, и таким образом, можно получить полное описание группы автоморфизмов этого графа. Какой будет являться группа автоморфизмов нового графа с добавленными ребрами? Она, на самом деле, допускает очень простое описание в терминах исходной группы автоморфизмов, а именно, группа автоморфизмов вот этого нового графа, давайте я его обозначу Т-тильда, группа автоморфизмов графа Т-тильда, она будет являться, будет получаться из группы автоморфизмов всего исходного дерева сужением ее на те лишь автоморфизмы, которые фиксируют выделенную точку на бесконечности. То есть, это будет стабилизатор точки на бесконечности. Будет стабилизатор точки на бесконечности. Так вот, особенность, из-за которой, собственно, я и начал рассматривать этот граф, заключается в следующем, что группа автоморфизмов исходного графа, она является унимодулярной, в то время как группа автоморфизмов нового графа, она унимодулярной не будет являться. Ну, я не знаю, надо ли напоминать определение унимодулярной группы. Надо. Или не надо? Ага, надо все-таки. Надо. Ну, хорошо, значит, определение общее такое. Предположим, у нас имеется локально-компактная группа. Локально-компактная группа. Ну, и надо еще сепарабельность требовать. Или не надо? Не надо сепарабельность требовать. Тогда по знаменитой теореме Хара на этой группе существует инвариантная мера. И она единственная с точностью до умножения. А? Левая инвариантная. Совершенно верно. Существует единственная левая инвариантная мера. Единственная с точностью до умножения. Ну, вот как Андрей Александрович справедливо заметил, тем не менее, левая инвариантная мера, она не обязана быть правоинвариантной. Но поскольку, с другой стороны, если мы левоинвариантную меру умножим на что-то справа, то она останется по-прежнему левоинвариантной. Поэтому, если группа не является унимодулярной, то есть унимодулярность это то, то, что мера Хара является одновременно инвариантной и слева и справа. Если группа не является унимодулярной, то при умножении этой инвариантной меры справа на элементы группы мы будем получать соответствующие коэффициенты пропорциональности. Эти коэффициенты пропорциональности, они называются модулярной функцией на нашей группе. Ну, так вот, примерами унимодулярных групп являются, скажем, группы изометрий симметрических пространств. В частности, группа всех изометрий гиперболической плоскости, то бишь группы SL2Z. Она является примером унимодулярной группы. Нет, симметрическое. Я имею в виду Риманово симметрическое пространство. То есть это, я уж не буду определения говорить, но это пространство, возникающее из полупростых групп Ли. Ну, то есть то, что я хотел сказать, давайте забудем про симметрические пространства. Полупростые группы Ли, они являются унимодулярными. То есть, в частности, все группы SL, NR, они будут унимодулярными. Вот. А классическим примером неумодулярной группы является группа верхних треугольных матриц. Значит, это унимодулярная группа, а это неумодулярная. Так вот, оказывается, что в случае групп, действующих на графах, в случае групп автоморфизмов графов, унимодулярность, она может быть характеризована очень-очень простым образом. Очень простым образом. А именно, справедливо, следующая формула. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая формула, принадлежащая Шлихнингу и Трофимову. Теорема Шлихтинг, 79-й год и Трофимов, да, Трофимов по-русски можно писать, 85-й. Значит, теорема вот какая. Как я и говорил уже, предположим, у нас имеется транзитивный граф. Тогда модулярная функция этого графа, она представляется такой формулой. Предположим, у нас имеются две точки, Х и У в нашем графе. Ну и поскольку граф является транзитивным, то, разумеется, точка У, она будет получаться из точки Х применением некоторого элемента. Тогда модулярная функция имеет следующий очень простой вид. Надо взять стабилизатор точки Х в группе автоморфизмов и подействовать этим стабилизатором на точку У. А потом надо взять то же самое, но с точкой до наоборот. Надо взять стабилизатор точки У и подействовать им на точку Х. Так вот, это отношение, оно и будет являться модулярной функцией нашей группы. Формула эта очень проста и, даже не знаю, боюсь, нет у меня времени ее доказывать, но это на самом деле очень хорошее упражнение. Это очень хорошее упражнение. Любопытно, что формула эта, она относительно новая, ей всего лишь около 30 лет, хотя, несомненно, если бы Хару задали этот вопрос, то он бы на него легко ответил, не говоря уже о прочих классиках этой науки. Но дело заключается в том, что никому из них просто не приходило в голову рассматривать такие, казалось бы, тривиальные группы. Поскольку вся теория была сосредоточена на изучении групп ли, а все, что связано с дискретными объектами, считалось полностью тривиальным и неинтересным. Тем более любопытно, что в последние годы выяснилось, что имеются некоторые области дискретной науки, которые были совершенно незамечены на классическом этапе и которые, на самом деле, являются, с одной стороны, технически очень простыми. То есть, все это могло бы быть сделано еще сто лет назад. Но, а с другой стороны, они являются и очень содержательными. Они ведут к очень интересным результатам. Ну вот, значит, это формула Шлихтинга-Трофимова. Формула Шлихтинга-Трофимова. А теперь, глядя на эту форму, легко действительно понять, чем же группа автоморфизмов обычного однородного дерева отличается от группы автоморфизмов пополненного дерева. Это становится совершенно очевидно. А именно, если мы берем исходное дерево и берем в нем две какие-то точки, а на самом деле в графе достаточно выбрать соседние точки для проверки унимодулярности. Значит, если мы берем две соседние точки, то что тогда получается? В исходном дереве мы фиксируем точку Х, тогда орбита ее соседа, она будет состоять из скольких элементов? Из четырех, так? Ну и поскольку все тут совершенно однородно, наоборот, если мы фиксируем точку Y, то орбита точки Х будет тоже состоять из тех же четырех элементов. Таким образом, эта группа является унимодулярной. Но все совершенно меняется, если мы переходим к пополненной группе. Почему? Потому что теперь уже, если мы фиксируем точку Х, то орбита точки Y будет состоять из скольких элементов? Значит, в чем разница, в чем вообще смысл добавления этого ребра? Смысл заключается в том, что мы, на самом деле, вместо этого можно было бы сказать, что мы рассматриваем не всю группу автоморфизмов, а мы рассматриваем только те автоморфизмы, которые фиксируют точку на бесконечности. На самом деле, эта формула справедлива не только для всей группы автоморфизмов, но и для любой группы, которая действует транзитивно. Ну так вот, мы фиксируем точку на бесконечности, так? Теперь что у нас получается? Давайте возьмем две точки Х и Y. Это Х и вот это Y. А где-то там наверху у нас будет гамма. Если мы берем две точки Х и Y, которые являются соседями, то вся граница нашего дерева распадается на две компоненты. А именно, граничные точки, которые ближе к Y, чем к X, и граничные точки, которые ближе к X, чем к Y. Картинка такая. Мы взяли две точки Х и Y, вот ребро между ними, ну и дальше тем самым вся граница распалась на две компоненты. Ну вот, значит, предположим, что гамма у нас сверху, то есть Y между X и гамма. Тогда, если мы применяем какой-то автоморфизм, который сохраняет точку Х, то он, этот же автоморфизм, обязан сохранять и точку гамма. Потому что мы только такие автоморфизмы и рассматриваем. Значит, точка Y, она тоже будет сохраняться. Значит, в этом случае орбита точки Y будет состоять из одной единственной точки Y. Так? С другой стороны, если мы фиксируем точку Y и действуем соответствующим стабилизатором на точку Х, то в этом случае мы будем ветвиться вниз. Таким образом, размер орбиты, он уже будет равен не единице, а трем в этом конкретном случае. То есть группа эта будет неунимодулярной. Вот это, пожалуй, на самом деле самый простой пример неунимодулярной группы, которая, ну, по модулю вот этой недоказанной мной теоремы, которая, впрочем, не требует никакого глубокого анализа, это достаточно короткая выклодка, это является самым простым примером неунимодулярной группы. Так. Теперь давайте посмотрим на непосредственные следствия этого замечания, возникающие вот в какой ситуации. Давайте посмотрим, что же это означает с точки зрения интересующего нас вопроса о связи унимодулярных и инвариантных мер. Так, значит, по-прежнему у нас имеется транзитивный граф, и в этом случае, как мы уже заметили, он будет соответствовать одной единственной точке, его класс эквивалентности в пространстве корневых графов будет состоять из одной единственной точки. Так. Что это транзитивный граф, его класс эквивалентности состоит из одной единственной точки. Значит, тем самым, если мы возьмем дельта-меру в этой точке, то она, разумеется, будет инвариантной. Ну, поскольку класс состоит из одной единственной точки, то деваться некуда. Значит, ну, давайте этот класс обозначим через гамма. Значит, дельта-гамма – это, естественным образом, инвариантная мера. Вопрос. Будет ли эта мера унимодулярной? Ну, и ответ на этот вопрос, он самым непосредственным образом связан с этой формулой. Он связан с этой формулой. Потому что что же у нас происходит? Если вы вспомните определение унимодулярных мер в терминах соответствующих считающих мер, то там у нас возникала проекция. Значит, что мы делали? Мы взяли наш граф, зафиксировали вершину, и затем мы каждой вершине этого графа, каждой вершине у этого графа, сопоставляли соответствующий класс эквивалентности. Класс изоморфизма. Значит, что же у нас будет происходить в этом случае? Сколько, каким будет вес соответствующей точки? Значит, что у нас тут происходит? x мы зафиксировали, x мы зафиксировали, поэтому x мы шевелить не можем. И теперь, таким образом, с какой кратностью будет у нас происходить склейка? Склейка будет определяться в точности действием стабилизатора точки x на точку y. Значит, вес соответствующей точки, давайте я, значит, это будет, это гамма от точки гамма x и y от соответствующего класса эквивалентности. Значит, бемоль гамма обозначает считающие меры, которые фигурировали в определении унемодулярности. Так вот, мера соответствующего класса изоморфизма двукорневых графов, она в точности будет равна размеру соответствующей орбиты стабилизатора. Ну и тем самым, что же у нас получается? У нас получается, что унемодулярность дельтамера, сидящей на транзитивном графе, она будет в точности эквивалентна унемодулярности группы автоморфизмов. Дельта гамма унемодулярна. Тогда и только тогда, когда группа G унемодулярна. Таким образом, нам надо как-то принять в расчет свойства группы автоморфизмов. Свойства группы автоморфизмов. И сделать это можно следующим образом. Давайте теперь рассмотрим произвольный граф. Рассмотрим произвольный граф. И рассмотрим на этом графе вот такое вот отношение. Такое же в точности, как и для модулярной функции в транзитивном случае. Как и в транзитивном случае, мы берем его группу автоморфизмов. И для произвольной пары точек на этом графе рассматриваем соответствующее отношение. Отношение размеров орбит стабилизаторов. Сначала мы фиксируем первую точку и берем орбиту второй под действием стабилизатора первой. А потом то же самое наоборот. Ну так вот, оказывается следующее, что если группа G унимодулярна, если группа G унимодулярна, то в случае, когда две точки лежат у нас на одной орбите этой группы, это отношение, оно будет равно единице, как следует из формулы Трофимова-Шлихтинга. Тем самым, в этом случае, это отношение дельта проектируется на фактор нашего графа по группе автоморфизмов. Но этот фактор, он как раз в точности и является классом эквивалентности нашего графа в пространстве корневых графов. Таким образом, таким образом, в этом случае уже на нашем отношении эквивалентности возникает некоторый к-цикл, потому что это отношение, оно является в этом случае еще мультипликативным к-циклом. Проектируется сюда и является мультипликативным к-циклом. И является мультипликативным к-циклом. Ну, а теперь я могу сформулировать, опять же, не доказать, теорему, которая и связывает понятие уни-модулярности и инвариантности. Академия. Теорема. Теорема. Мера мю на пространстве корневых графов является уни-модулярной тогда и только тогда, когда выполнены следующие два условия. Первое условие это то, что мера сосредоточена на графах с уни-модулярной группой автоморфизмов. Это условие тем самым, естественно, отбрасывает патологические примеры, как, например, здесь, когда дельта мера на транзитивном графе с не-уни-модулярной группой, она не могла быть уни-модулярной. А второе условие вот какое, что мера мю квази-инвариантна, квази-инвариантно относительно нашего отношения эквивалентности квази-инвариантно относительно нашего отношения эквивалентности и ее коцикл Радона-Никодима Он в точности и совпадает с тем коциклом, который я только что определил Ну вот, давайте теперь вернемся к тому примеру Который я рассматривал с ленточным графом Посмотрим, что же происходит там Значит, еще раз У нас был вот такой вот граф Бесконечный Который был представлен двумя точками в пространстве корневых графов Его класс эквивалентности состоит всего лишь из двух точек Теперь давайте посмотрим, чему же равен соответствующий коцикл Значит, если мы фиксируем Ну, прежде всего Да, значит, прежде всего надо все-таки проверять первое условие То, что группа его автоморфизмов, она унимодулярна Значит, группа автоморфизмов, она на самом деле будет счетной в этом случае Ну, и тем самым она является унимодулярной Так, значит, первое условие выполнено Так, ну а теперь давайте посмотрим, чему же будет равен соответствующий коцикл Равен он будет вот чему Значит, если мы фиксируем Одну точку Выбираем какую-то другую Так, значит, эта точка представляет первую Эта вершина графа представляет первую точку в пространстве корневых графов А эта точка представляет вторую Так, значит, если мы зафиксировали эту точку То орбита второй Под действием стабилизатора первой Состоит из скольких точек? Значит, это x Это y Значит, g, x, y Состоит из скольких точек? Из четырех Так, хорошо Теперь точно так же фиксируем точку y И смотрим на орбиту точки x Сколько у нас получается точек? Получается две точки Так Таким образом К-цикл Ну а здесь, собственно, наша класс эквивалентности состоит всего из двух точек Значение k-цикла, оно равняется двум Вот этому отношению И это в точности как раз и будет та самая мера Которая возникала у нас с предельным переходом И с предельным переходом от конечных графов Таким образом В результате у нас получается действительно унемодулярная мера Так, теперь осталось несколько минут И я, пожалуй, сформулирую все-таки еще один результат И потом скажу немножко о вопросах, которые тут возникают Оказывается, что Унемодулярные меры Они могут быть охарактеризованы В терминах маркерских операторов Точно так же, как мы характеризовали инвариантные меры Существует две, на самом деле, эквивалентных формулировки В несколько отличающихся терминах Первая формулировка принадлежит Бенджамине И Кюриен Совсем недавний результат Скажем, 10-го года И заключается она в следующем Давайте возьмем Какую-то меру На пространстве Корневых графов А затем сделаем следующее Выберем В соответствии с этой мерой Какой-то корневой граф Гамма-Х Зафиксируем в нем Тем самым Исходную точку Это и будет его корень А затем будем совершать простое случайное блуждание На Уже на этом зафиксированном графе Выпущенной из точки Х Теперь Давайте посмотрим всего лишь на распределение этого случайного блуждания В следующий момент времени Значит, в момент времени 0 мы выходим из точки Х0 В следующий момент времени мы равномерно распределяемся по ее соседям И приходим в некоторую точку Х1 Ну а теперь давайте возьмем Соответствующий класс эквивалентности Поскольку мы не умеем говорить об индивидуальных графах Мы умеем говорить только об их Я все время путаю Не классах эквивалентности А об их классах изоморфизма Возьмем соответствующий класс изоморфизма Это будет элементом Множество двухкорневых графов Таким образом У нас получается Некоторая мера На пространстве двухкорневых графов Мы начали с меры μ В результате у нас получилась Некая мера на пространстве двухкорневых графов Значит, оказывается, что это мера она, ну, собственно, это следует из определения простого случайного блуждания, эта мера как раз и совпадает с сужением соответствующей считающей меры на множество двукорневых графов, где корни являются соседями. Ну, и тем самым эта мера М, это мера М, она будет инвариантная относительная инволюция, тогда и только тогда, когда исходная мера унимодулярна. Исходная мера унимодулярна. На самом деле, можно пойти несколько другим путем, можно пойти несколько другим путем, можно вместо этого рассматривать сразу же соответствующее случайное блуждание на пространстве однокорневых графов. Но переходные вероятности его, они будут задаваться не классами эквивалентности здесь, а переходные вероятности придут из простого случайного блуждания на графах. Давайте еще раз я нарисую пример. Вот этот вот. Так. Значит, здесь класс эквивалентности, он состоит из четырех точек. Эквивалентности состоит из четырех точек. Поэтому для простого случайного блуждания на этом классе эквивалентности, скажем, переходные вероятности отсюда, влево и вправо, они были бы равны одной второй. Так. Но это простое случайное блуждание, оно происходит на факторе нашего графа. В то же время, если нас интересует исходный граф, то тогда переходные вероятности, они были бы налево одна треть, а направо две трети. Таким образом, структура исходного графа, она задает некоторые переходные вероятности на этом классе эквивалентности. Так вот, если мы будем запускать это случайное блуждание, то тогда унемодулярность меры мю она равносильна точно так же, как и в теореме комбинации следующих двух условий. Первое. Надо насильно потребовать, чтобы все графы были хорошими, все графы были унемодулярными, и группа автоморфизмов была бы унемодулярной. К сожалению, без этого никак не обойтись, потому что в противном случае мы всегда можем рассмотреть транзитивный граф с неунемодулярной группой автоморфизмов. В этом случае класс эквивалентности состоит из единственной точки, поэтому соответствующая цепь Маркова будет, разумеется, тривиальной, будет обладать всеми свойствами, какие только можно пожелать. Значит, первое условие. Почти все группы автоморфизмов унемодулярные. А второе условие будет заключаться в том, что наша мера будет обратимой для соответствующего марковского процесса. Используя комбинацию этих двух условий, нетрудно теперь показать, что поскольку множество стационарных и, в частности, обратимых мер замкнуто, из этого непосредственно вытекает и замкнутость множества унемодулярных мер. Множество унемодулярных мер тоже замкнуто. Ну и тем самым это дает другое доказательство результата Бенджаминя и Шрама о возможности предельного перехода. Ну и теперь, чтобы закончить, мне хочется сформулировать, пожалуй, основную проблему, которое имеется в этой науке, по крайней мере, с такой общей теоретической точки зрения, в том, что не касается конкретных унемодулярных или инвариантных мер. Проблема это вот какая. Проблема это вот какая. Вопрос. Являются ли все унемодулярные меры конечно-аппроксимируемыми. Значит, еще раз, вопрос в лучшей степени естественный. Мы доказали, что множество унемодулярных мер замкнуто в слабой топологии. Если у нас имеется конечный граф, то ему отвечает естественная унемодулярная мера. Поэтому любая слабая предельная точка, множество этих мер, отвечающих конечным графом, она будет тоже унемодулярной. Вопрос. Каково же это замыкание множества мер, отвечающих конечным графом? Это будут все унемодулярные меры или нет? В классических ситуациях для, скажем, символических динамических систем ответ на это известен. И эта задача, она достаточно хорошо исследована в классической динамической теории. Задача о плотности мер сосредоточенных на периодических орбитах. Здесь ответ на этот вопрос является совершенно открытым. Этот вопрос является совершенно открытым. Более того, открытым является даже вот какой вопрос. все дельта-меры, отвечающие графом Келли, являются конечным аппроксимированными. Значит, тут, казалось бы, уже совсем все просто. Мы берем некоторую конечно порожденную группу, берем ее граф Келли, это граф, который, разумеется, транзитивен, и берем он транзитивен, он унимодулярен, берем соответствующую дельта-меру, она тем самым тоже будет унимодулярной. Вопрос, можем ли мы эту дельту-меру, эту дельта-меру аппроксимировать конечными графами. Вопрос, еще раз, ответ на этот вопрос совершенно неизвестен. Группы, которые обладают этим свойством, на самом деле, они очень важны. Это так называемые софические группы. Так называемые софические группы, введенные в несколько другой форме Громовым и Бенджи Вайсом. Они обладают массой замечательных свойств, и, по-видимому, ответ на этот вопрос все-таки отрицателен. По-видимому, нет никаких серьезных оснований предполагать, что все группы будут обладать этим свойством. Но, тем не менее, пока никаких контрпримеров в обозримой окрестности не наблюдается. Ну, вот, пожалуй, это действительно основные вопросы, касающиеся общей теории инвариантных и унимодулярных мер. Разумеется, имеется масса других вопросов, связанных с конкретными мерами, со свойствами графов почти всюду относительно этих конкретных мер и так далее. Я, как всегда, был несколько самонадеян и рассчитывал рассказать больше, но, к сожалению, вот это все, что я успел рассказать. Надеюсь, что представится еще и другая возможность. Спасибо.